Доллар за 30, инфляция 7% и большая расходная часть. В государственной смете правительства уже завтра начнут разбираться нардепы. Бюджетный процесс на низком старте, но некоторые цифры очень смущают парламентариев. Пока они постигали кабминовскую арифметику, мы считали голоса депутатов, готовых поддержать документ. Так есть ли поддержка в зале в следующем материале? Эту неделю нардепы обещают посвятить цифрам. Завтра наметили приступить к бюджету 2018. Хотел бы наголосить, что это первое читание, но для того, чтобы сохранить бюджетную дисциплину, нам нужно было уже его рассмотреть. В смете доходов на 7,5% меньше, чем расходов. Минимальная зарплата 3,7 тысяч гривен, прожиточный минимум 1700. Предугадать, сколько съест инфляция сложно, хотя ее уровень довольно оптимистичный 7%. Вероятный курс гривни 30,1 за доллар. В большинстве фракций не перестают критиковать предложенную смету, говоря о том, что на поддержку депутатов Кабмин может не рассчитывать. Мы не будем освящивать своими голосами повный разворот децентрализации в другий бік. Например, на 7 миллиардов меньше выделяется на оплату польг окремих категорий по коммуналисту. И перекладывается это все на места, как и перекладывается финансирование высших освещенных закладов. Единственное, на чем мы хотим узнать, как делить бюджетный пирог. Только делить уже ничего. Посмотрите абсолютные цифры. Посмотрите это в отношении к твердой валюте. Что случилось с украинским ВВП? Нам говорят 2% увеличения? Не правда. Третья падения. Бюджет наповнюется с двух джерел. С кишень людей. А эти два джерела есть маленький и средний бизнес, поднятие акцизов. Другая вещь, с чего берется центральный бюджет, это местное самоврядувание. Звитом собираются десятки миллиардов и перекидываются в центральный бюджет. Для чего? МВС плюс один миллиард. Прокуратура плюс один миллиард. Это бюджет полицейского государства с бедным населенным. И когда в разы сближается финансирование силовых структур и центральных органов виконавчальной влады, кабинета министра, администрации президента, тоже Верховной Рады, прокуратура, службы безопасности, полиции, прикордонников, и в тот же час практически с вырахованием реального уровня инфляции уменьшаются социальные выплаты, то это шлях никуда. Наша фракция никогда не поддерживает такой вариант бюджета. Мы не дали свой вариант. Пока поддержать бюджет 2018 обещают Народный фронт и блок Петра Порошенко. Но только их голосов не хватит. Так что у правительства есть время до завтра, чтобы еще раз склонить нардепов на свою сторону. Наша фракция будет поддерживать эти изменения до бюджета. Единственное прохание, которое мы сегодня озвучили и подчас погодживали Рады, это четко сберегать эксперимент по ремонту дорог, который был започаткован президентом Украины. Наразі в этом проекте бюджета на 2018 год его, на жаль, немає. Я вважаю, что уряд будет вести консультацию с іншими фракциями, мы выйдем на позитивное решение. Итоги переговоров с фракциями, если они состоятся, будут ясны уже завтра. В четверг, возможно, появится закон о реинтеграции Донбасса. Все зависит от комитета, который все справками разбирается. Ну а кроме этого, в Раде планируют рассмотреть вопросы аграрной политики и транспортной сферы. И даже закон о флаге и трезубе. Документ о государственных символах призван упорядочить их использование и защиту. А некоторых нардепов коллеги призывают уже сейчас проявить элементарное уважение к стягу. Слава Богу, один из представителей оппозиционной фракции перестав блокады в прапори, в туалеты, в еду. Тем самым, не демонстрируя вообще ганебную неповагу до государственного ключевого символа. Мы уважаем право на мирный протест, но так же мы возвращаемся с проханием, чтобы была звольнена проезжая часть, никто никаких силовых заходов не будет проявлять. К слову, в палаточном городке возле Рады сейчас больше палаток, чем протестующих. Но, похоже, покинуть улицу Грушевского там не спешат. Екатерина Лысинга, Геннадий Анькиенко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.